Сегодня на библейском портале Экзегет мы продолжаем наши беседы по трудным местам священного Писания. И сегодня, отталкиваясь от текста Евангелия от Матфея, 5 глава, 29-30 стих, мы будем рассматривать вопрос, умирает ли душа вместе с телом. На самом деле это очень древнее заблуждение о том, что душа умирает вместе с телом. Это заблуждение исповедовали и саддукеи, противники Христа. В настоящее время и свидетели Иеговы, и адвентисты седьмого дня, им подобные придерживаются такой же точки зрения. Основные тексты, которые мы рассматриваем, это Евангелие от Матфея, 5 глава, 29-30 стих, и Псалтырь, Псалом 140, 7 стих. Данная проблема обусловлена тем, что на еврейском языке ад и могила, преисподняя и могила обозначена одним словом – Шеол. И первый текст, который мы читаем, это Евангелие от Матфея, 5 глава, 29-30 стих. «Если же правый глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в гиену». Вот на это обратим внимание. «А не все тело твое было ввержено в гиену. И если правая твоя рука соблазняет тебя, отсеки ее и брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих». И опять. «А не все тело твое было ввержено в гиену». Сейчас под словом «гиена» мы чаще понимаем преисподнюю – ад. Но, во-первых, когда человек умирает, в ад попадает его душа, а тело находится на кладбище. А здесь сказано – «все тело тоже было бы ввержено в гиену». О чем это? Другая проблема – исторические исследования по поводу слова «гиена». Гиена – это была свалка невдалеке от Иерусалима, куда бросали мусор и сжигали. Туда иногда бросали мертвых бродяг, осужденных за нарушение каких-то законов. И для нас очень важно понять, что имел в виду Христос, когда говорил о гиене, куда может попасть и само человеческое тело. Может быть, он просто говорил о гиене. Она называлась «огненной». Почему? Потому что, чтобы этот мусор сгорал, туда подбрасывали все время серу. И она поддерживала огонь, который уничтожал этот мусор. Это было неприятное, зловонное место. В Псалме 140-м, 7-й стих, мы находим такие слова. «Как будто землю рассекают и дробят нас, сыплются кости наши в челюсти преисподней». И здесь вот это слово «шиол», которое означает одновременно и могилу, и именно преисподнюю в нашем понимании загробный мир. Поэтому очень важно, когда мы с вами разберемся, идет ли речь просто о месте, куда выбрасывают мусор, или речь идет о неком духовном пространстве, где мучаются души человеческие после смерти. Давайте посмотрим текст из книги «Бытия», 42-я глава, 38-й стих. Здесь сказано, это слова патриарха Якова. Он сказал, «Не пойдет, сын мой, с вами, потому что брат его умер, и он один остался. Если случится с ним несчастье на пути, в который вы пойдете, то сведете вы седину мою с печалью во гроб». И здесь слово «шиол». Что же это за место, куда сыплются кости, как мы видим из 140-го псалма, и где погребаются седины? Этот вопрос достаточно сложный. Во-первых, мы должны обратить внимание на то, что в Библии говорится о том, что у мертвого человека сохраняется сознание, то есть внутренний мир человека, он продолжает существовать в формате души, после смерти тела. Собственно говоря, смерть тела в христианском понимании обусловлено тем, что душа выходит из этого тела. И вот мы читаем Евангелие от Луки, 16 глава, 22-23 стих. «Умер нищий и отнесен был ангелами на луна Авраамова, умер и богач, и похоронили его, и в аде, будучи в муках, он поднял глаза свои, увидел вдали Авраама и Лазаря на луне его». Вот здесь мы видим, что богач, оказавшись в аду, он не теряет ощущение той новой реальности, в которую он попал. Кстати, притча о богаче и Лазаре некоторыми экзегетами не признается за притчу, потому что в этой притче есть собственные имена. Это имя патриарха Авраама и имя Лазаря. И если, предположим, правы адвентисты и свидетели Иеговы, что душа умирает вместе с телом, тогда непонятно, зачем Христос рассказывает эту притчу, чтобы поддержать какие-то зловредные суеверия. Конечно, такого не могло быть. Итак, мы видим, что душа в момент смерти, она не теряет себя, она продолжает существовать и распознавать ту новую реальность, в которой она находится. Теперь вернемся к книге «Бытия», 25 глава, 8 стих, где сказано, «И скончался Авраам и умер в старости доброй, престарелой и насыщенной жизнью, и приложился к народу своему». Что значит «приложился»? Присоединился. Понятно, что речь идет не о какой-то братской могиле. Авраама похоронили в пещере Махпела, там не было никакого народа, там была похоронена Сара, его жена. Речь идет, следовательно, о загробном мире. Нечто подобное мы находим и у пророка Исаии в 14 главе с 9 по 16 стих, где говорится о том, как в момент смерти очень нечестивого человека его душа входит в ад, в ад, и ад реагирует на пришествие этой души. И мы читаем 14 глава Исаия с 9 стиха. «Ад при Исподнии пришел в движение ради тебя, чтобы встретить тебя при входе твоем. Пробудил для тебя Рафаимов, всех вождей земли, поднял всех царей языческих с престолов их. Все они будут говорить тебе, и ты сделался бессильным, как мы. И ты подобен нам в преисподнюю, то есть в Шеол, низвержена гордыня твоя со всем шумом твоим. Под тобою подстилается червь, и черви покров твой». Здесь говорится о теле, но и говорится о его душе. «Как упал ты с неба, деница сын зари, разбился о землю попиравшей народы, оговорил в сердце своем, взойду на небо, выше звезд божьих, вознесу престол мой, и сяду на горе в сонме богов на краю севера, взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему. «Но ты, низвержен в ад, в глубины преисподней, видющие тебя», то есть находящиеся в аду, видят его душу, всматриваются в тебя, размышляют о тебе, тот ли это человек, который колебал землю и потрясал царство». Конец цитаты. Здесь мы как раз видим, что происходит встреча, Авраам прилагается к своему народу, то есть к ветхозаветным праведным, а вот этот нечестивец переживает приветствие таких же нечестивцев. В Библии также говорится о том, что умершие молят Бога, они обращаются к Нему с молитвами, понятно, что это можно делать только в сознании, если сознание сохраняется. И мы читаем книгу Откровения, 6 глава, 9 по 11 стих. «И когда он снял пятую печать, я увидел под жертвенником души убиенных за Слово Божие и за свидетельство, которое они имели. И возопили они души громким голосом, говоря, доколе, владыка святый и истинный, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу». Это души мучеников. «И даны были каждому из них одежды белые, и сказано им, чтобы они успокоились еще на малое время, пока и сотрудники их, и братья их, которые будут убиты, как и они, дополнят число». Вот, пожалуйста, описание душ святых мучеников, к которым должны присоединиться и другие мученики, чтобы дополнить число мучеников, которые предопределил Господь. В Библии также говорится о том, что умерший человек, находящийся в огне, может молиться за своих родных и близких. Это та же история о богаче и Лазаре. Евангелие от Луки, 16 глава, 27-28 стих. И мы читаем здесь. «Тогда сказал он, «Так прошу тебя, отче». Это молитва богача. Он обращается к Аврааму. Это молитва мертвого обращена к патриарху Аврааму. «Так прошу тебя, отче, пошли его, то есть Лазаря, в дом отца моего, ибо у меня пять братьев. Пусть он засвидетельствует им, чтобы и они не пришли в это место мучения». Итак, мы видим, что есть достаточно много текстов. В собственной речи Христа тоже присутствуют такие фрагменты, когда прямо говорится о том, что жизнь человека, она не оканчивается со смертью его тела, в формате души, она сохраняется в разных форматах бытия. Души праведных в преддверии блаженств, как Лазарь, который находился на лоне Авраама и утешался там, а души нечестивых в Ааде, как этот неразумный богач. Следовательно, вот это заблуждение о том, что якобы душа умирает вместе с телом, оно никак не оправдано, оно не подтверждается библейскими текстами. А то, что Христос упоминает вот эту свалку, гиену, он использует этот образ как некую метафору, чтобы это было понятно более наглядно людям, которые слышали это. Берегите себя, друзья, подписывайтесь на библейский портал Экзегет, чтобы вовремя получать информацию о новых беседах на нашем сайте.